Пенсионная реформа Пенсионная реформа Сейчас необходимо за счет наших налогов И обалдю, дорогие соотечественники, начинаем А вот и первые ласточки полетели в Топилинском министерстве Это Минтрут, который заговорили о возможной отмене северных надбавок Сегодня их на минуточку в России получают почти 10 миллионов человек Теперь что такое северные надбавки? А это специальный коэффициент, который учитывается при расчете заработных плат жителям северных территорий Ну у нас же зарплатные сетки во многих отраслях, особенно в бюджетной сфере, являются тарифами Например, врач общей практики 20 тысяч рублей у него ставка Вот только если в Центральной России это 20 тысяч рублей То в каком-нибудь Архангельске, где килограмм яблок стоит в 2, то и в 3 раза дороже, чем, скажем, в Рязани Из-за удаленности региона Ну, сами понимаете Плюс условия проживания, там, спартанские, в смысле, не полезные для здоровья Плюс выбираться из таких регионов на большую землю долго и дорого Вот и придумали 70 лет назад этот северный коэффициент Это такая соцпомощь от государства, чтобы люди могли чувствовать себя людьми, а не лишенцами Вот только мы же последние 18 лет с колен вставали С бедностью боролись и с 90-х пытались выбраться Да вставались, да боролись, да выбирались Привет северянам В Москве даже существует мнение, что в северных регионах климат стал теплее А к 50-му году Арктика вообще освободится от льдов А значит и платить жителям не за что Если следовать этой логике, то можно предложить федеральным инициаторам Идея отжима сусужения комплекса северных льгот и гарантий и компенсации Нет, я Топилина понимаю, законы физики-то никто не отменял Если в одном месте прибыло, значит в другом обязательно убудет В смысле, раз мы собрались спасать пенсионный фонд бюджетными деньгами Ну, коль скоро горе-реформаторы что-то там неправильно рассчитали При разработке нового чуда-закона Фантики на это благое дело нужно откуда-то взять На деревьях они не растут, как груши А откуда тогда правильно, например, забрать у северян Хорошо, не у северян, значит у кого-то другого Но в любом случае, дорогие мои Какая-то из категорий наших соотечественников попадает под раздачу Это экономика, потому что И отличается она от той же математики тем, что тут практически никогда Дважды два четырем равняться не будет Вот вам и конкретный пример, пожалуйста Бездари из правительства придумали, что сэкономят на пенсионной реформе А когда экономисты посчитали все нюансы, умножили это дело на инфляцию Ю-моё, так мы еще в минусах, так и живем Это реальная журналистика Не сыпьте сахер на хер Тема сегодняшней программы Поехали! Но не все так плохо на самом деле Есть в нашей стране и позитивные моменты Меня, кстати, часто упрекают в том Что не рассказываю о положительных новостях Пожалуйста! 11 октября текущего года Спортсменка, комсомолка и просто красавица А еще общественный деятель, политик, меценат Алина Кабаева Защитила кандидатскую диссертацию Пополнив тем самым плеяду светил российской науки Напомню, до Кабаевой Учеными степенями обзавелись ее коллеги по цеху Николай Валуев и Светлана Хоркина Также на ученом пьедестале в статусе докторов Присутствуют политик Рамзан Кадыров И бизнесмен Аркадий Рунтенберг Ну все! За нашу науку можно теперь не волноваться Теперь точно прорвемся и утрем нос всему миру В плане каких-нибудь прорывных технологий Ну а если серьезно, да утираем Кстати, уже кадры, которые я вам покажу дальше Можете даже ущипнуть себя за что-нибудь Потому что это не фейк Это реальный, можно сказать, презентационный ролик Итак, первый уникальный планшет российского производства Стив Джобс, подвинься! Папочка покажет настоящее чудо техники И то, что мы подготовили сейчас Это, собственно, вот есть компьютер Который используется для обучения школьников Сегодня в него закачан полный комплект учебников По всем дисциплинам для шестого класса Причем, ну это не просто комплект учебников Они адаптированы для компьютера с гиперссылками Да-да-да, есть во всем этом одно но Кадры не первой свежести, как вы уже успели заметить Снято данное кино еще в 2011 году Владимир Путин на тех кадрах Пребывает в статусе премьер-министра То есть, это еще до новой эры случилось Прошло 8 лет Я так понимаю, история с тем планшетом Осталась в истории Дальше вот этой вот импровизированной презентации Дело не пошло Я уж не знаю почему Возможно, Майдан украинский помешал Возможно, смена элит в США То, что Трамп Обаму подвинул Может, Навальный опять че где напакостил Кстати, в продолжение темы Еще, и вот это уже на самом деле Свежак, кроме шуток А мы ж тут некоторое время назад С китайцами договорились Мост железнодорожный через Амур построить Протяженность того моста 2 километра 215 метров И он должен стоять продолжением Транссибирской магистрали в Поднебесную Строительство началось в 2014 И что удивительно, нам повезло Большую часть моста 17 пролетов возводили китайцы По нашей же территории Проходит совсем короткий его фрагментик Только три пролета мы должны были построить Теперь самое удивительное Они-то свои 17 сделали еще два года назад Мы свои три Обещали сдать к октябрю сего года 18-го Но не хватило нам 4-х лет Для реализации данного проекта Сейчас строки отодвинулись Еще на год Ой, работники Ладно, хватит о достижениях И вот сейчас под занавес хочу показать вам Еще одно очень интересное кино Вернее, видеофрагментов будет два Оба они расскажут об одной и той же ситуации В одном и том же регионе в Крыму Просто первый фрагмент продемонстрирует Реальную картину происходящего А второй Это пример того, как информация подается в массы Посредством официальных СМИ Итак, на старт, внимание, поехали Зарплаты не платятся Задержки по зарплате по два месяца Зарплаты мизерные Ну, я думаю, что постоянных зрителей своей программы Я данными кадрами вообще не удивил Подобную картину можно наблюдать не только в Крыму У нас, в принципе, сельское хозяйство по всей стране Примерно на одном и том же уровне процветания Находится, как только что видели А вот теперь я вам хочу показать Совсем другую историю Только в том виде, в котором ее скармливают Телезрителям пропагандисты Государственный телеканал Крым-24 Слегка обработал все это дело Напильником, повторюсь, слегка И вот что вышло Переместимся в Крым У нас тоже идут подвижки в данном направлении Поголовье птиц в республике и сейчас не маленькое 7 миллионов 600 тысяч особей А будет еще больше Министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин Недавно сообщил о двух проектах в сфере птицеводства Оба реализуются на полуострове Это сопровождается внушительным размером капиталовложений Данные птицеводческие комплексы Члены свободной экономической зоны На инвестиционном портале Республики Крым По ним имеются следующие подробности Первый, более крупный, создается в советском районе Это будет большой птицеводческий бизнес В роли инвестора выступает Черноморская агропромышленная компания Общий размер инвестиций в данный проект 9 миллиардов рублей А вот теперь самый прикол Разница заключается в том, что в первом случае Мы говорили о реально существующей птицефабрике Которая уже есть Которая много лет функционирует И которая сейчас загибается Просто потому, что земля кому-то под ней очень понадобилась Там 2 километра до моря всего Как оказалось А вот пропагандисты нам рассказали О проекте сельхозпредприятия Который когда-то, где-то, возможно будет В который, наверное, вложат какие-то деньги Бумажки нам показывают Карту республики Скриншоты Каких-то непонятных информагентств То есть потемкинские деревни строят Вот посмотрите Здесь будет город зад Ребят, не устали еще от сказок Вот надоело произносить эту фразу Но она, зараза, свою актуальность никак потерять не может Уже много лет Мы производим впечатление великой державы А больше мы ничего не производим И вот вам очередное этому подтверждение Все Это была реальная журналистика Дальше сами все знаете Подписывайтесь В соцсетях Тоже жду в друзья Добавляйте темы Предлагайте Поднимем и обсудим А я за всем спешу откланяться Пока Пока